Зал ожидания на втором этаже. А во-вторых, когда людей мало, все проходит, но когда много людей и вы утром записались, то вас примут в 5 вечера, а очередь себе сидишь и ждешь очередь. Нужно как в стоматологическом кабинете. Рассчитали и все. А времени у них нет. Я получил 160 номер, и когда буду принять, неизвестно. По поводу времени ожидания. У каждого в чеке напечатано время ожидания в очереди. Обратите, пожалуйста, внимание. Вы читали об этом? Да. Вот чек есть, но смотрите. Одну секунду. Часто, а чек у меня есть, но он не расчетный. Он автоматический. Час регистрации. Да. 12.25. Да. Оператор такой-то. Людей в очереди 11. Да. Ориентированный час ожидания. Ну это очень много. 240 минут. Что вам говорит народ? Измените программное обеспечение. Напишите мне здесь. Прием в 14.30. Я уйду и вернусь в 14.30. Да и вы мне давали ответ, он неправильный. Вот сейчас только что мы общались в комнате ожидания. Самым большим возмущением со стороны посетителей вызывает нерасторопность сотрудников и долгое время провождения в очереди. Я не поддаюсь никакой критике, Наталья Васильевна, когда на талоне, который получает ожидающий, время ожидания составляет 300 минут. Такое время ожидания вообще недопустимо, чтобы стояло на чеке. Это знаете как, либо это издевательство, либо беспечность, халатность, непрофессионализм, я не знаю, как можно это называть. Ваша задача, чтобы время обслуживания было 5, 10, максимум 15 минут. Я хотел бы обратить внимание для каждого из вас. Это является одной из ключевых вещей, которые мы должны устранить в короткие сроки. Я еще раз хочу подчеркнуть, Илья Сагайдак, спасибо большое, позитивно. Я много слышал о центре, когда на днях впервые его посетил. Позитивные впечатления о не только лишь внешнем виде, о дизайне, а также о комфорте для тех людей, которые приходят. И дети могут время провести, и Ощадбанк, и нотариус, и все это сделано, действительно сделано на совесть. Я просил бы всех главам районов брать пример и постараться в ближайшее время сделать как минимум подобное, а как максимум сделать еще лучшее.